Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», который всю жизнь исследует историю советских органов госбезопасности и репрессивной политики СССР и очень много времени проводит в архивах. Это его главная тема, и мы с ним тоже по этому поводу общались. Анна Каретникова, правозащитница и юрист, член УНК Москвы трех созывов с 2008 по 2016 год, с 2016 по 2023 и ведущая аналитику в СИН. Уехала из России в начале 2023 года, когда стала известна о возможном аресте. И сейчас сотрудник проекта «Поддержка политзаключенных» в «Мемориале» и получила политическое убежище во Франции, что очень хорошо. Сергей Бобинец, правозащитник, юрист, руководитель НКО «Команда против пыток» в Нижнем Новгороде. И Жиль Фаверель Гарригес по-русски или Гарриге по-французски, исследователь, преподаватель, мой бывший преподаватель в Сианс-По 100 лет назад, который живет в Париже. И мы, значит, собрались, чтобы обсудить одну из, наверное, основных тем вообще в России, современной России. Это на чем построен путинский режим. На спецслужбах, на правоохранительных органах и на насилии. И в постсоветской России эти спецслужбы и правоохранительные органы прошли через ряд переорганизаций и реформ, но все было достаточно косметично, формально и в глубину не копнуло. И суть не изменилась, и силовики продолжают использовать правоохранительные органы, чтобы контролировать общество и контролировать политические процессы. Приведущий стол был про войну внешнюю, которую Россия ведет с внешним миром. Это, наверное, скорее про войну внутреннюю. Спецслужбы и силовики против общества. Государство против общества. И если не понять и не рассмотреть вот эти все процессы, то можно упустить очень важные тоже моменты о том, почему Россия себя так ведет в международном поле. То есть эта внутренняя структура очень сильно влияет на тоже геополитические решения России. По размаху, и это тоже уже упоминалось в прошлом круглом столе, что те репрессии, которые развернулись в России, и особенно за последние два года с начала полномасштабного вторжения в Украине, то, что Кремль продолжает называть СВО, по размаху эти репрессии и насилие государства против общества превышают последние десятилетия Советского Союза. И политзаключенных опять за последние годы стало значительно больше в российских тюрьмах. И можно сказать, что Россия двигается назад в будущее, в то самое будущее, которое, казалось бы, с которого вырвались в начале 90-х 30 лет назад. Почему не удалось избавиться от этого прошлого, и почему сейчас это «назад в будущее» продолжается? Потому что на самом деле из него никогда не вырвались. И не было проведено, и это будет часть нашей дискуссии, не было проведено тех изменений, люстрации, реформ и осмысления, чтобы распрощаться с этим прошлым и начать с нового листа. То, как трансформируются и трансформировались репрессивные органы в постсоветское время, естественно, тоже связано с тем, что это наследие не осмысленно и не искорено. И динамика трансформации, потому что они не статичны, эти правоохранительные органы, и динамика трансформации тоже связаны с тем, что очень тяжелое это наследие, которое было не переосмысленно. И последний аспект, важный аспект нашей дискуссии будет о том, что может гражданское общество, как оно может противостоять, и как оно может влиять на репрессивный аппарат, как оно могло это делать в 90-х, в 2000-х, до войны, до начала полномасштабного вторжения. И поскольку водораздел все-таки 24 февраля 2022 года, что возможно сейчас. Я хотела бы для начала предоставить слово Анне, которая может нам рассказать, как специалист, что из себя представляет пенитенциарная система сегодня в России, в сегодняшней России, по каким принципам она работает, и как используется, как на самом деле она абсолютно не изменилась, мало изменилась с советских времен, как она наследница ГУЛАГа, как используются те же механизмы, и как используется карательная психиатрия, которая вот это одно из самых таких неприятных наследий советского времени. Здравствуйте, очень рада вас всех видеть. Как было совершенно правильно сказано, пенитенциарная система глубоко в России со времен ГУЛАГа не реформировалась. И это одна из ее основных проблем. Но в какой-то момент, когда казалось, что может быть мы движемся куда-то в сторону Гипропы, может быть мы движемся куда-то в сторону цивилизации, с ней, с пенитенциарной системой, произошла очень занятная штука. Она потеряла цель, с которой ей вручили вот эти вот сотни тысяч людей, которые совершили или может быть совершили какие-то проступки или преступления. Была команда, мы движемся в сторону Европы, значит мы должны что-то такое с ними делать хорошее, мы должны учить их, может быть, музыке, может быть, мы должны их социализировать, может быть, с ними должны работать психологи. И это одно направление. А второе направление, оно осталось прямиком из ГУЛАГа, прямиком от советской власти, это мы должны этих людей максимально запугать, мы должны максимально сломить их волю, и мы должны сделать так, что при одном воспоминании о нашей тюрьме, о нашей колонии, у них дрожали бы коленки, и они не хотели бы никогда, ни при каких обстоятельствах сюда вернуться. И эти две задачи, поскольку они принципиально разные, они ввели систему в шизофреническое такое состояние, когда она научилась со временем притворяться, что она делает второе, то есть запугивает их, ломает их, это то, что у нее очень хорошо получалось, но при этом она притворяется, что она делает с ними принципиально другое, что она их перевоспитывает, что с ними работают психологи, что после освобождения бывших заключенных будет ожидать какая-то пробация, какая-то помощь. Вот всего этого она не делала, но притворяться она научилась очень хорошо. Но пребывала все это время в таком шизофреническом состоянии, и в 2008 году совершенно неожиданно, внезапно был принят закон о общественном контроле, который очень долго продвигали, лоббировали, боролись за которые известные правозащитники. Они сами не ожидали, они сами не ожидали, что Путин в какой-то момент вдруг возьмет и это подпишет. Но он подписал, хотя оттепель уже подходила к концу, 2008 год, это как бы вот как-то так. Вот, и возникли общественные наблюдательные комиссии, которые сначала не понимали, а что они, собственно, такое должны делать, это какая-то новация такая была, ее не было, конечно же, при советской власти и не было в России. Но потом они стали активными, эти общественные наблюдательные комиссии, которые работали на общественных началах, они не получали никаких денег, но они стали посещать места лишения свободы, они стали посещать СИЗО, стали посещать колонии, стали выносить ссоры за сбы, что система совершенно не приемлет, потому что ей это не надо совсем. и хватило приблизительно трех, наверное, трех созывов для того, чтобы и в СИН, и власть, которая, собственно, ей рулит, поняли, что им это совершенно не нужно, все вот это, что происходит, что рассказывают о пытках, но это по большому счету, а по-малому рассказывают, что плохо кормят, что плохо лечат, что издеваются, что условия содержания остаются плохими очень. И система постепенно-постепенно начала выдавливать активных правозащитников из себя. И с каждым созывом кого-нибудь убирали, кого-нибудь убирали, и в конце концов общественные наблюдательные комиссии зачистили совсем. И сейчас там не просто люди, которые не имеют отношения к правозащите, с такими людьми еще можно было работать. И мне можно было с ними работать, потому что все равно они придут в тюрьму, они увидят, что тут кровати нет у человека. Они скажут, ну да, кровати нет, но это плохо, вот, найдите кровать. А сейчас туда могут попасть только политически ангажированные, нацеленные и специально отобранные люди, которые, ну, такой, по сути, бутафорский предаток федеральной службы. Они ездят только для того, чтобы говорить, что все хорошо, и чтобы скрывать и утаивать все недостатки. И по политическим каким-то аспектам, вот это было, когда они ездили к Алексею Навальному, да, еще до его трагической гибели, они приехали оттуда, секретарь московской комиссии, председатель, и сказали, что у него все хорошо, они с ним, конечно, красиво сфотографировались, а потом они написали, что он же получает больше всех посылок, передач, чем он недоволен еще. Вот, к сожалению, на этом рассвет общественной наблюдательной комиссии и, в общем, по сути, весь общественный контроль. Я боюсь говорить слово «весь». Я очень надеюсь, что где-то в России еще есть пара, тройка, может, десять действительно самоотверженных правозащитников, членов ОНК, которые продолжают общественный контроль. Что касается карательной психиатрии, она опять норовит расцвести буйным светом. Казалось, был период, когда мы с этим покончили, но сейчас мы видим довольно большой процент уже даже и политических заключенных, тех, кого мы признаем политическими заключенными, подвергается проявлениям этой самой психиатрии и в рамках возбужденных уголовных дел, и, что характерно, уже даже вне этих рамок. То есть практически человека могут забрать с улицы. У нас было несколько таких кейсов в программе поддержки предзаключенных мемориалов. Когда вот просто человек, член избирательной комиссии с правом голоса, она работает на участке, потом к ней подходит и говорят, что-то вы, наверное, странно себя ведете, что-то вы песню, наверное, поете, а почему вы на небо смотрите. И вот так человека могут принудительно госпитализировать. Это недобровольная госпитализация, называется. После чего, дай бог, дай бог тебя оттуда выпустят при следующем обследовании. Обследования эти проводятся каждый месяц. Чем там людей колят, что с ними происходит. В общем, даже адвокатам действующим. Ну, получается, что разобраться с этим очень сложно. Я работала в Бутырке в Москве, где находится психиатрическая больница. И да, действительно, очень часто у нас были вопросы по выбираемым методам лечения, по тому, что, на наш взгляд, находились совершенно здоровые люди. Я не могу утверждать это точно, потому что я не являюсь психиатром, но всегда есть какие-то косвенные признаки, которые помогают нам додуматься. Это вообще человек больной или это человек здоровый, и с ним что-то делают, кто-то нехороший. И еще я сказала бы о том, что в последнее время на пенитенциарную систему влияют два существенных, простите, пожалуйста, две существенных тенденции. Первая – это война. Разумеется, это война. Это вербовка заключенных на эту линию боевого соприкосновения, на войну эту. И, вы знаете, очень много желающих было на эту войну отправиться. И, конечно же, они движимы в первую очередь никакими там не гипертрофированными или ложно понятыми патриотическими чувствами, а просто тем, что они не хотят оставаться в этой чудовищной системе. И что сроки огромные, потому что когда молодому человеку 18 лет, и его сажают, например, на 19, за какую-нибудь закладку, в первый раз вот он попал, ну, наверное, он выбирает отправиться на войну, хоть, конечно, это не лучший, разумеется, выбор. И второй фактор, и на этом я завершу, это то, что действительно политические заключенные стали статистически значимой частью вообще всего тюремного населения. То есть мы уже узнаем, что вот был политзаключенный, с ним кто-то переписывается, и он пишет, а у меня в камере еще два политзаключенных сидит, они из разных совершенно регионов, вот, напишите им тоже письмо. Вот. Но это не только рост количества политических заключенных, и это еще новое качество гражданского общества, консолидация которым во многом развивается сейчас вокруг именно идеи поддержки политических заключенных. Это написание писем, это ведение списков, это сбор помощи, это придание огласки каких-то фактов о том, что происходит с политическими заключенными. И в результате, что мы видим, мы видим, что власти российские решили на это ответить. Они демонстрируют, что им это тоже не нравится. И раз за разом в штрафные изоляторы, в карцеры отправляются политические заключенные. Мы знаем, что произошло с Алексеем Навальным, мы знаем, что многие остаются без необходимой медицинской помощи, но раньше это зависело от объективных обстоятельств. А как с конкретным политзаключенным себя вести, это решало само учреждение. Хороший парень, симпатичный, всем понравился. И нехороший какой-то, хочет все время чего-то, ну посадим тебя в шизо. Теперь мы, к сожалению, видим, что решение о том, что делать с политзаключенными, принимается уже где-то, видимо, наверху. То есть, в общем, это ответ на то, что мы позволили себе политзаключенных поддерживать. Это не значит, что это надо прекратить, это значит, что переписываться надо осторожно, чтобы не возбуждались новые дела. Но что тут еще сказать? Давайте продолжать поддерживать политзаключенных в тех условиях, в которых мы все находимся. спасибо большое. Спасибо большое. Ну, да, вы описали достаточно плачевную картину. И, Никита, вы говорите об много, об упущенном шансе преодоления этого прошлого, чтобы были возможности, было в какой-то момент, были надежды и были попытки даже какие-то порвать с традициями и КГБ, и ГУЛАГа, и того, что было в советское время, но эти шансы были упущены в 90-е по разным причинам. И, соответственно, это дало то, что мы наблюдаем сегодня. И вы расскажите нам, пожалуйста, ваше наблюдение, почему не удалось отказаться от этого прошлого, какие возможности были упущены, и вот эта ностальгия, которая началась в какой-то момент во второй половине 90-х, о чём вы тоже говорите, ностальгия ко всему советскому, и такое ощущение, что терпимость общества к тому, что можно к допустимости, что можно это всё вернуть. Сначала был порыв от этого всего избавиться, а потом как-то все смирились с тем, что вот этот откат, он неизбежен, и вот это наш горизонт. Спасибо. Но здесь как раз ключевой вопрос это надежды и возможности, и насколько они дополняют или насколько они реальны. Вот я когда-то говорил больше об упущенных возможностях, сейчас я в общем буду говорить о напрасных надеждах. Это, так сказать, тот итог, к которому приходишь, когда долго-долго изучаешь какой-то один предмет, и этот предмет в общем на самом деле теперь предстаёт своими иными гранями. Но что говорить, события августа 1991 года как раз давали эти надежды. Как раз тогда возникала ситуация, что общество может измениться, измениться в демократическом направлении, государство может стать действительно правым, и тогда всем казалось, что в общем речь идёт о августовской революции фактически. Провалившийся путь ГКЧП, лишение КПСС власти, арест верхушки КГБ, всё это вселяло не то, что определённые надежды, но даже эйфорию. Но предыстория, она тоже была достаточно интересной, потому что Горбачёвские реформы в политической сфере дали совершенно неожиданный результат. Неожиданный и даже, я бы сказал, знаменательный. В обществе заговорили все и сразу. Если мы посмотрим прессу конца 80-х годов, то в этой советской прессе мы увидим массу историй, связанных как раз с переосмышлением советского прошлого. Сталинизм, преступления советской системы, вновь возврат к теме «так сколько же людей сидело в ГУЛАГе». Одним словом, это было переоткрытие истории. И это переоткрытие истории, оно давало тоже надежду на то, что мы наконец-то поймём, что мы, какой путь прошли, что мы имеем и как вновь не оказаться в этой же самой ситуации и вновь не попасть в условия всевластия политической диктатуры. Много говорили о беззакониях Сталина и конкретно о преступлениях конкретных людей из верхушки НКВД, МГБ. Но когда речь заходила о событиях более позднего времени, ну скажем, Брежневская или чуть раньше Хрущёвская, то тут вроде бы говорили, что ну что, КГБ действовал, потому что такие были законы. Ну понятно, вот Сталинское беззаконие, ряд законов вообще противоречил Конституции. А здесь-то всё в порядке, вот есть Уголовный кодекс, вот есть Конституция, но и КГБ действует в рамках полномочий, которые у них были. На самом деле, это, конечно, было лукавство, это было не так. КГБ точно так же нарушал конституционные нормы, нарушал именно в том смысле, что у человека всё-таки должно было быть право высказывать в том числе и критическое отношение, и критическое мнение по отношению к советской системе. Но это не допускалось. В СССР, даже брежневского времени, пусть это было немножко, я бы сказал, такое искусственное, но это было насаждаемое сверху единомыслие. И люди прекрасно понимали, что можно, а чего нельзя. Люди прекрасно понимали, что публично высказываться против советской системы нельзя. Но советская система уже была достаточно мягка, чтобы позволять делать где-то на кухнях. Ну, если там где-то кто-то говорит, он, конечно, будет неблагонадёжный, с ним будет работать КГБ, он может подвергнуться профилактике, а таких людей каждый год было от 15 до 20 тысяч, когда их вызывали в КГБ или иными способами встречались, внушали, пугали, это был своего рода психологический террор. Но вот август 91-го года дал всё-таки какую-то определённую надежду, ну, я бы даже сказал и шанс. Верхушку КГБ посадили в тюрьму. Но обвиняли их не в том, что они нарушали законность или нарушали права человека в прошлом, обвиняли их в том, что они были движущей силой августовского путча. То есть Крючков и его ближайшее окружение были объявлены просто-напросто изменниками Родины. Им вменяли 64-ю статью. Но, в принципе, конечно же, можно было отталкивать от этого тоже продолжать линию на то, что давайте теперь заниматься и анализом прошлых преступлений, и анализом того, что было. Но, к сожалению, дальше двух очень важных, кстати говоря, деклараций, которые я процитирую, дело не пошло. Первое, это тот закон о реабилитации, который был принят в 1991 году. Он был очень важен с точки зрения именно преодоления прошлых беззаконий и возвращения честного имени тем, кто не был еще реабилитирован на момент 1991 года. Не будем забывать, что при Хрущеве все-таки сотни тысяч людей были реабилитированы. Потом этот процесс заглох. Но при Горбачеве этот процесс начался снова, и 1991 год, уже после крушения власти КПСС, дал этот закон, разработчиками которого являлись мои коллеги по мемориалу, это и Сергей Адамович Ковалев, и Арсений Борисович Рогинский, и Никита Глебович Охотин, которые работали над этим законом. Я, честно говоря, скажу, не со всеми положениями этого закона был согласен, но, тем не менее, это отдельный разговор, он слишком долгий. И вообще, тема, которую я сейчас затрагиваю, она скорее для какой-то большой лекции, нежели для такого сегодняшнего короткого выступления. Но я постараюсь дальше, в общем, схематично хотя бы все это представить. Но цитаты обязательны. Цитаты к прослушиванию обязательны. Итак, преамбула законного реабилитации жертв политических репрессий от октября 1991 года. За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения по социальным, национальным и иным признакам, осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, федеральное собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. Это очень важная констатация, которая в принципе подводит черту под советской системой, дает ей юридическую оценку, но это юридическая оценка федерального закона, но не высших судебных органов, что довольно важно, потому что важно было это продолжить. И, казалось бы, снова открывался еще один шанс. Второй. Это процесс по делу КПСС. В принципе, там не рассматривались как основа преступления КПСС. Речь шла о том, что был оспорен указ Ельцина о запрете деятельности КПСС. Соответственно, был подан встречный иск к КПСС, к коммунистам, которые выступали как раз против указа Ельцина. И таким образом Конституционный суд, объединив иски, а еще был, кстати говоря, там же и иск о признании КПСС неконституционной организации, чтобы было уже ближе к тому, что в общем-то требовалось. Процесс начался, или, как говорил Горбачев, процесс пошел. Он начался в мае 1992 года, был на месяц отложен для сбора дополнительных материалов. Мои коллеги в мемориале и я в их числе, мы собирали как раз материал для судьи-докладчика относительно деятельности КПСС. Все начиная от 2017 года и кончая 1991 годом. Все, что вы хотели знать про преступления КПСС, мы тщательно собирали и это представили в суд. Суд долго рассматривал все вопросы, но в конце концов решение было половинчатым. То есть суд не готов был признать КПСС антиконституционной организацией. Понятно почему, я чуть позже об этом скажу. И суд не рассматривал естественные эпизоды конкретных преступлений, чтобы вносить по ним вердикт, но у него и не было таких полномочий. Но тем не менее решение Конституционного суда оно в одной из своих частей короткое, но тоже достаточно емкое. Цитирую. В стороне в течение длительного времени господствовал режим неограниченный, опирающийся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединенных в полюбюро ЦК КПСС во главе с генеральным стрелем ЦК КПСС. Тоже хороший вердикт. И более того, казалось бы, всё в порядке, зло названо по имени. Теперь после этого нужно только проводить все те мероприятия, которые в принципе и выводят общество на правовой путь и делают страну не только конституционной, но и вполне уважающей и разделяющей идеалы соблюдения прав человека и цивилизованного поведения в международной сфере также. Потому что не будем забывать, что международная политика есть продолжение внутренней политики. Как и внутренняя политика, она, безусловно, не может не соответствовать той международной политике, которую проводит государство. Но это были бы прекрасно душные времена и хорошие слова, которые, в общем, ничем не закончились. И уроки этого переходного периода 1991-1992 годов в настоящее время в принципе, я бы сказал так, недостаточно обобщены и даже недостаточно изучены. По той простой причине, что общество скатывается вновь к тем практикам, которые, казалось бы, единодушно общество осуждало в начале 1991-1992 года. Вот то, что мы называем какой-то такой обратный ток, обратный возврат. если говорить о том, что произошло в 1991-м году, я бы сравнил для сотрудников специальных служб, изучением которых я много занимаюсь, я бы сравнил это с аварией на Чернобыльской атомной станции. Если вы помните, в 1986-м году была эта жуткая авария с выбросом массы радиоактивных веществ в атмосферу, заражение местности, 30-километровая зона. Так вот, в этот год и позже абсолютно непопулярной стала ядерная физика. Многие факультеты, я это знаю наверняка, не добирали студентов, то есть не было практически конкурса, никто не хотел заниматься ядерной энергетикой. Это был своего рода такой шок, который порождал, кстати говоря, и определенные фобии в отношении ядерного производства. И вот то же самое произошло в 1991-м году, но уже для чекистов, для них это тоже было как Чернобыль. Впервые в 1992-м году высшая школа Министерства безопасности, ранее это была высшая школа КГБ, ощущала недобор студентов. Стало непрестижно служить в органах государственной безопасности. То есть, казалось бы, вот он рушится мир, вот она меняется картиной. Но дальше произошло то, что было реакцией номенклатуры, реакцией правящего слоя и отчасти ожидаемой реакцией людей, которые были, ну скажем, разочарованы новыми экономическими реальностями, которые возникли в Российской Федерации. Это действительно были трудные времена для многих людей, которым приходилось выживать. Экономические реформы – непростая вещь, или как теперь ее называют шоковая терапия. Так вот, поощрение телевидением, радио, массовой информации и внедрение даже таких ностальгических настроений по советскому прошлому и повторение рефреном «Какую страну мы потеряли?» вот постепенно это все стало основой политики использования и исторического настроения населения как реванша, как возвращения утраченного, как стремление к тому, чтобы обрести вновь тот рай, который на самом деле еще недавно всем раем не казался, но люди умеют быстро забывать. И таким образом ностальгия очень быстро конвертировалась в реваншизм. Но это я немножко забегаю вперед, потому что если говорить о том, какие все-таки причины, что, собственно говоря, сделано было не так, вот коротко подведу этот итог. Ну, во-первых, люстрация. За ее проведение выступали не слишком влиятельные политические силы. Ряд видных членов комиссии Верховного Совета, которые расследовали путч и участие КПСС и КГБ в государственном путче 1991 года, например, Галина Старовойтова, священник Глеб Якунин, журналист Евгений Альбас, они были активными сторонниками иллюстрации. И отдельные члены мемориала тоже были активными сторонниками иллюстрации. Но большинство Верховного Совета Российской Федерации было против. То есть на законодательном уровне это решение никак не могло получить одобрение, было противодействие. И не хватило политического влияния у людей в окружении Ельцина, которые могли бы привести иллюстрации. Но когда мы сегодня говорим иллюстрации, я могу сказать, что да, открытие имен агентов безусловно служило бы нравственному очищению общества. Это был бы все-таки какой-то гарантированный шаг к тому, чтобы общество всерьез задумывалось. Но этого тоже не произошло. Но хуже другое. Если мы представим себе иллюстрацию в ее классическом варианте, то есть запрет на профессии для людей, которые раньше занимались нарушением прав человека, которые раньше служили в органах государственной безопасности, то я теперь тоже сомневаюсь, что это могло бы дать какой-то результат. И вот 45-го года. Но ведь эти запретные профессии, они были какой-то период, какое-то время. Даже если они были бы 10 лет. Вот на 10 лет запрещается занимать государственные должности соответствующим людям, которые признаны виновными в нарушении прав человека или в службе или в совершении даже каких-то преступлений. Но заметьте, большая часть работников КГБ, я это знаю, тоже наверняка, они тут же ударились в бизнес. А бизнесом заниматься можно. А занимаясь бизнесом, они снова становятся политически влиятельными людьми. И они вновь проводят ту линию на идеологическом уровне, который проводили раньше. Достаточно посмотреть, кто издает всю эту про-чекистскую, про-советскую литературу сейчас. Я думаю, что вы будете поражены, если вы проведете такое исследование самостоятельно. Да есть, кстати говоря, и публикация на эту тему. Поэтому очевидный результат запретной профессии, я назвать его очевидным не могу. Но, естественно, когда мы говорим о упущенном или о не сделанном, то, что, собственно, во-вторых? Во-вторых, это политика в области открытия архивов. Казалось бы, да, была создана комиссия по архивам, она должна была определить, что открывается, что тут же немедленно должно быть обнародовано. Но комиссия тоже работала по чиновничьей. Я входил в состав этой комиссии, я это хорошо знаю изнутри. Мы работали по-прежнему с секретными документами. То есть, не было сделано решительного шага, чтобы рассекретить разом и все прямо вот по 19 августа 1991 года. А дальше начинается новая история. Этого не было сделано. И было предложение даже, Владимир Буковский, очень известный правозащитник, диссидент, и он был поддержан мемориалом, предложил, давайте международную комиссию создадим, которая возьмет под свое, так сказать, под свой контроль все архивы, в том числе и спецслужб, и эта комиссия будет и их изучать, и обнародовать, и так далее, и так далее. Что на это ответили? На ответила властная верхушка Российской Федерации Буковский с этим предложением, которое было отпечатано на машинке, ходил по кабинетам, что ему сказали, ну это же унизительно, мы что ж, не можем разобраться со своей собственной историей, и это вот была та ментальность, которая потом тиражировалась, и которая потом только усиливалась. Ну и в-третьих, процесс реформирования самого комитета государственной безопасности. Пошли по пути дезинтеграции, выделилась разведка, пограничные войска отдельно, даже следственное управление выделили, а по сути получилось так, что это была, я бы сказал, такая косметическая работа. Да, вот они выделяются, они по идее должны как-то действовать уже на основе новой российской государственности, но выяснилось, что нормативная эта база у Российской Федерации новая, а приемы и методы у этих служб старые, и постепенно происходило их вновь слияние. Следственное дело вновь вошло в Федеральную службу безопасности, пограничные войска, Федеральное агентство правительственной связи, которое занималось в том числе и дешифровально-шифровальной работой, то есть все это вновь стекалось, знаете, как капельки ртути, которая сначала растекается, но потом она довольно быстро собирается вновь в один большой комок. И когда мы говорим об этой истории, я, конечно же, всегда помню, что вот это, я бы сказал, дезинтеграция, она привела к тому, что потом тоже среди работников спецслужб были эти настроения, что мы утратили то, что у нас раньше было, а теперь мы не такие. Вот эти настроения, как это сказать, деморализации, они продлились буквально в 92-93 год. уже в 94-м году они почувствовали свою силу именно тогда, когда об этом Александр Черкасов хорошо говорил, когда началась Чеченская война. Они были востребованы в 93-м году, когда был конституционный кризис в Российской Федерации. Здесь они, конечно, выступили на стороне Ельцина, но это значило, что Ельцину придется платить по долгам. И уже при Ельцине вернулся тот праздник, в кавычках, та праздничная дата, 20 декабря, как профессиональный день чекиста. Хотя до этого Ельцин устанавливал своим указом праздник 24 января, как рождение новой российской спецслужбы. И, собственно, почему все это произошло? Почему это произошло? Ну, конечно, омаем голову над этим до сих пор, хотя ответ, в общем, очевиден. Новое российское руководство, оно не захотело кардинально разорвать к советским прошлым. Кто, собственно говоря, пришел к власти в августе 91-го года? Было все то же самое демократическое крыло в КПСС. Я очень хорошо помню, когда говорили о иллюстрации, говорили, ну что, иллюстрацию надо бы начать тогда с кандидатов в члены политбюро Бориса Николаевича Ельцина. Или мы его выведем за скобки, а иллюстрировать будем всех остальных. Но дальше хуже, понимаете, это возвращение, собственно говоря, к власти вот того среднего звена КПСС привело к тому, что они же и не захотели, собственно говоря, строить новое государство. Они вывели российскую государственность как продолжателя дела СССР. Это и вопросы экономики, и вопросы собственности. И это одна из главных причин, что мы не стали с нуля строить новое государство на демократических принципах, распустив, безусловно, все предыдущие, в том числе и запятнавшиеся участием в преступлениях организации. И в конце я лишь только скажу, что я не рассматриваю еще один важнейший аспект, из-за которого в общем произошло то, что возвращается все. Это экономика. Безусловно, она стала другой, но в экономике тоже не было сделано тех важных шагов, таких как, например, моментальное принятие закона о собственности на землю, с этим очень долго тянули, и это тоже на самом деле тянуло и все общество назад. И вот сегодня мы видим, что российскому обществу власть внушает мысль, что нам не в чем каяться, что мы не позволим привить нам чувство вины, и это уже говорит о нравственном аспекте, о нравственной части непреодоления прошлого. То есть оказывается, мы были всегда правы, просто у нас была трагичная история, а в принципе мы всегда правы. и это вот ситуация, которая сегодня, конечно же, не просто тянет назад, а просто возвращает за собой все прошлое, и атакам сегодня подвергается даже то, что вчера уже как будто бы и рассказали, тоже Катынское дело. Нет, государство официально пока признает, да, был массовый террор, да, были репрессии, и ставится, в общем-то, монумент жертвам политических репрессий, истинная скорбь, это государственный монумент, но в то же время, если вы полистаете прессу, послушаете сообщения радио, то вы увидите постоянный, я бы сказал, такой релятивистский подход, ну да, с одной стороны, а с другой стороны успехи, а потом еще вообще не доказаны теряные преступления, и поэтому снова возвращается в публичную сферу на совершеннейшие демоны советской эпохи, и Сталин, и Берия, и в том числе вот то, о чем сейчас говорила Аня и ГУЛАГ. Спасибо. Спасибо большое. Вы сейчас говорили о наследии и настроении, и политических аспектах, и как не переобразовалась система, не преобразовались умы, и те же самые люди остались в власти, и продолжили воспроизводить те же механизмы, и у этого есть очень конкретное тоже приложение, то есть главное орудие правоохранительных органов, каким оно было в советское время, каким оно осталось в постсоветской России, несмотря на то, что молодая постсоветская Россия подписывала конвенцию по правам человека, хотела, пыталась, сделала, как бы вначале было, это тоже как бы развернулось в сторону Запада в этих вопросах, но пытки остались одним из главных и центральных орудий, как и в тюрьмах, так и оттуда перетекает и обратно на полицейских участках, это все подпитывается войнами, которые не прекращаются и в постсоветской России, это мы сейчас видим, как используется и в войне в Украине, и у этого есть тоже своя динамика. Как это наследие передается, можно ли вообще подсчитать масштаб этого бедствия сегодня, есть ли какая-то статистика, и главное, наверное, вопросы, задачи на всех, как этому противостоять, что с этим делать. Сергей, пожалуйста. статистики нет. Ответ очень простой, короткий. Анна рассказывала про войнка, я, кстати, три раза подавался войнками, ни разу не взяли, в трех разных регионах, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Оренбургской области. Не нужны правозащитники войнка сейчас, к сожалению, их очень мало остается. Но тема моего рассказа, наверное, она будет немножко другая, это действительно то, как у нас обстоит ситуация с пытками в России сейчас, и почему мы все чаще говорим, что это наследие прошлого. Для начала хочу сказать, задать такой вопрос, почему люди вообще решаются на какое-либо насилие, на применение пыток. и такая странная штука, что на самом деле пытать может абсолютно любой человек. И даже тот, у кого нет никаких проблем с головой, вполне себе может стать человеком, который крутит ручку у полевого телефона или избивает задержанного. Еще 50 лет назад Сенфордский эксперимент показал, что если создать две маленькие группы, которые будут разделены только по предмету того, что есть человек, который облечен властью, и тот, который обязан подчиняться, там, скорее всего, практически со стопроцентной долей вероятности будут злоупотребления или даже применение насилия. Поэтому мы сразу можем сказать, что пытать может абсолютно любой человек. Дайте ему власть, и, скорее всего, он эту власть будет применять с нарушением закона. Пытки в России были всегда. Пытки это то, что пришло к нам из нашего далекого прошлого и сопровождает деятельность правоохранительных органов в современности. Немного расскажу о том, как это все приходило. Были когда-то у нас 90-е годы. В 90-е годы система правоохранительных органов была полностью закрытой. Это наследие советского прошлого, когда никто не мог пройти, изучить, посчитать, поговорить. Силовики были полностью закрыты. 7 мая 1992 года было принято решение идти на с распростертыми объятиями к международному сообществу. Было принято решение интегрироваться в европейское сообщество. И с этого момента у нас начинается достаточно непродолжительный период, когда наше государство пытается заигрывать в том числе и с Америкой, и с Европой и пытается рассматривать такую новую диковинку как правый человек. У нас в 1998 году появляется уполномоченный правом человека. В 90-х годах он тоже был, но несколько в ином виде. В 1998 он уже оформился как самостоятельный институт. Также в конце 90-х годов Россия принимает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. И у наших граждан появляется возможность жаловаться на свое собственное государство с трасбургским судьям, каким-то людям в Европе. Это, мне кажется, что-то было из разряда открытия космоса для нашего гражданина. И люди стали пользоваться этой возможностью, и государство давало эту возможность. И когда стали появляться первые решения уже Европейского суда против России, Российская Федерация исполняла эти решения в установленном законном сроке, выплачивала компенсации и поначалу даже пыталась изменять законодательство в соответствии с теми рекомендациями, которые давали страсбургские судьи. И со стороны это выглядело действительно как что-то новое, что-то свежее. Люди получили возможность вздохнуть и получили возможность ощутить себя лично как индивидуальность. Не как было в Советском Союзе, ты серая масса, сиди и не чирик и не высовывайся, сиди ниже воды, тише травы и все такое, как нас учили, воспитывали. Нет, теперь у человека появилась возможность понять себя как ценность. Я человек, я могу ругаться и доказывать целому государству, что я прав. Раньше такого не было. И государство это поощряло. Но это было недолго. Пока наша страна шла вроде бы как по достаточно демократическому пути, и многие этому радовались, на международной арене. В России у нас шли войны. У нас шла огромная первая чеченская кампания, потом в начале нулевых вторая чеченская кампания, и соблюдение прав человека там, мягко говоря, не пахло. Все было достаточно плохо. Войны сопровождались чудовищными терактами, которые унесли сотни жизней наших людей и детей, и взрослых, и стариков, и женщин, и мужчин. И на волне терактов наше государство начало потихоньку закручивать гайки. Все, что было связано с терроризмом, стало появляться новое законодательство об экстремизме, стали потихоньку запрещать различные свободы, отменили на волне терактов выборы губернаторов прямые. После этого где-то в десятых годах у нас стали запрещать проведение публичных и массовых мероприятий. Поначалу их просто для того, чтобы пойти на митинг, нужно было попросить разрешение государства. Это действовало очень долго. В последние годы вообще полностью все запретили под предлогом ковида. И постепенно вот такое законодательство, которое начало урезать права наших граждан, оно стало потихоньку-потихоньку развиваться. И, естественно, на волне вот этих ограничений стало все чаще и чаще проскальзывать новости о применении пыток, насилия к гражданам. Хотя в начале нулевых казалось, что у нас огромное количество свобод появилось, у нас появилось большое количество независимых СМИ, которые стали писать о таких громких случаях, например, дело Евсюкова. Если не помните, это майор зашел с пистолетом в универмаг и расстрелял несколько человек, просто убил. Это дело Благовещенского ОМОНа, когда ОМОНовцы избили несколько десятков человек просто за то, что просто так обиделись. Это дело Сочинского ОМОНа в 2009 году, когда тоже ОМОНовцы обиделись, что их в ресторане друг друга обидели, и просто пришли и избили посетителей, в том числе и детей, люди, которые отдыхали в Сочи. На волне вот этих громких, очень громких случаев у нас изменилось законодательство полиции. У нас произошла реформа полиции, которая произошла при президенте Медведеве, у нас произошла реформа полиции, потому что Медведеву достался наследство от Путина очень большой репрессивный блок силовой, порядка двух миллионов полицейских, и видно было, что громкие случаи, они негативно влияют в том числе на имидж власти. И, естественно, реформа была произведена в первую очередь с целью этот имидж выровнять. Были сокращения, порядка 20% полицейских ушли после так называемой реформы. Было сказано, что теперь у нас новая полиция, у нас теперь не милиция, никакого там возврата к советскому прошлому, все будет хорошо, права человека высшая ценность, более того, полиция, основная задача защиты прав и свободы человека и гражданина, человек стоит чуть ли не в центре и полиция вокруг него должна водить хоровод и защищать. К сожалению, эта реформа оказалась полнейшей профанацией и, как показывает дальнейшая практика, подобные громкие случаи всегда будут использоваться в дальнейшем нашим государствам для того, чтобы потушить пожар общественного недовольства и при этом по сути ничего не сделать, а только немножко сдвинуть фокус с тех проблем, которые существуют. Как я уже сказал, проблема пыток была всегда и наша организация и не только наша организация, мы правозащитники всегда пытались подсчитать, насколько масштабна эта проблема пыток и мы это сделать не смогли до сих пор. и мы поначалу скажем так убеждали наше государство ввести в уголовный кодекс понятие пытки, статью пыточную, потому что ее никогда не было. И вот больше 20 лет мы бились вместе с коллегами и в 2022 году на волне дела о пытках в ИК-1 города Ярославля, о пытках Макарова заключенного и также на волне скажем так вот этого огромного видеоархива пыток Синовского государства решило, что надо все-таки немножко наше общество подуспокоить и криминализовали пытку, сделали это не так, как просили мы. Комитет против пыток вместе с общественным вердиктом разработал свой проект изменений в уголовный кодекс. естественно правозащитников никто не послушал, хотя были многие за. Но в итоге сенатор Клишеса и Крашенинников предложили свой законопроект, который быстренько подписал наш государственный дум, федеральное собрание, а следом и президент. Но статистика как такова и так и не получилась, потому что статья еще достаточно мало проработала, чтобы ее применить. На самом деле проблема пыток в том, что это суперлатентное преступление. Никто не может с точностью оценить, сколько у нас людей пытают. Дело в том, что никто, те люди, которые подвергаются пыткам, они так же, как и жертвы домашнего насилия, склонны чаще всего примерно в восьми случаях из десяти никуда не обращаться. потому что человек, который физически пострадал, он психологически сложно человеку пойти куда-то просить защиты. А в случае с пытками ты идешь просить защиты у того, кто тебя пытал. Это еще сложнее. Тот человек, который должен тебя защищать, например, в случае с домашним насилием, твой супруг, например, или супруга, разные случаи бывают, он должен тебя защищать, а он тебя бьет. Так же, как и государство. Государство должно тебя защищать, а оно тебя бьет тубинкой и насилует черенком от швабры. И ты пойдешь к нему просить защиты. Очень мало людей, которые соглашаются пойти. Еще после этого большое количество людей просто не могут на протяжении нескольких лет добиваться справедливости, просто опускают руки, у них сил не хватает моральных для того, чтобы добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности. И как итог, мы не знаем точно, сколько людей подвергаются пыткам в России каждый день. мы можем считать только по количеству обращений, которые поступают в правозащитные организации. Вот я уже сказал, примерно два человека из десяти пойдут жаловаться, а к правозащитникам пойдут, скорее всего, еще меньше. Потому что в современном обществе российском все правозащитные организации, ну практически все, которые занимаются проблемой пыток, их государство наделило статусом иностранного агента. Вот такой обзывалкой, которая для обычного рядового россиянина звучит как шпион, враг народа. И к правозащитникам с вот этой приписочкой люди боятся идти. Потому что нынешнее законодательство об иностранных агентах, оно в том числе и санкции накладывает к тем людям, которые к иноагентам могут обращаться. И люди этого очень сильно боятся. Законодательство репрессивное, и поэтому человеку просто некуда податься, и он никуда не идет. После этого у нас нет статистики точной по количеству обращений в правоохранительные органы с жалобами на пытки. Москва и Санкт-Петербург в данном случае, вот например у нас в организации явились самыми проблемными регионами, потому что там попросту не принимают заявления о пытках. Люди, которых избивают на митингах и на пикетах, приходят заявлениями о преступлении в Следственный комитет, и следователи просто не принимают эти обращения. А если принимают, то не регистрируют их как заявления о преступлении, и эти обращения просто не попадают ни в какую статистику. Если же мы все-таки с горем пополам добиваемся проведения проверок, по результатам проверки практически в 90% случаев выносится постановление об отказе о возбуждении уголовного дела. В среднем по делу, по жалобе о пытках выносится 6 постановлений об отказе о возбуждении уголовного дела. В 50% случаев, в 51% случаев только возбуждаются уголовные дела, а до суда доходит еще меньше. То есть буквально приходится за шивор дотаскивать дела в суде, а судьи, если даже признают виновными полицейских, а очень часто оправдывают. У нас обычных граждан оправдывают примерно в 0,2% случаев. У полицейских в 20 раз больше оправдательных приговоров, чем у простых граждан. А если полицейского привлекают к уголовной ответственности, то чаще всего ему дают условные наказания, либо наказания по нижней планке. Если раньше у нас было наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, то чаще всего давали три года, три с половиной года. И часто очень это было условное наказание. Если давали реальное лишение свободы, то это тоже было очень мало. А в связи с тем, что полицейские чаще всего попадая в колонию, сразу же получают огромное количество поощрений от администрации, они очень быстро выходят условно-досрочно и возвращаются в обычную жизнь. еще очень большая проблема подсчитать пытки, это то, что система закрыта. Система закрыта, она не пускает к себе людей, не пускает к себе, вот как уже Анна говорила, общественных наблюдателей. Она всегда, эта система боялась, что придут люди и начнут что-то там считать, вопросы задавать. Эта система не нужна, она самодостаточна по собственному мнению, вполне себе существует по тем правилам, которые у нее есть и вообще ей прекрасно живется. Поэтому статистики нет. Есть условная статистика, которую собирает судебный департамент Верховного Суда Российской Федерации, которую он публикует раз в полгода на своем сайте. Мы можем, опираясь на нее, говорить только о количестве приговоров, которые выносятся по делам, связанным с пытками в полиции. Опять же, не с пытками, а с превышением должностных полномочий, с применением насилия, потому что это так называется в уголовном кодексе. Пыточная статья, она только-только начала работать буквально, и по ней статистика пока очень нерелевантная. И если судить, например, по этой статистике, вот я буквально пару цифр скажу, если в 2017 году осужденных за пытки было примерно где-то 900 приговоров, то в 2023 году уже 500. То есть мы прослеживаем снижение количества приговоров обвинительных, которые выносятся по этой статье в отношении сотрудников правоохранительных органов. И не только сотрудников правоохранительных органов, там еще и военные в этой статье тоже участвуют, а военных судят за пытки кстати больше всегда. Еще в 2019 году дата отдела «Новая газета» проводил исследования и показал, что приговоров в отношении военных за пытки примерно в три раза больше, чем в отношении полицейских сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ. Для нас это было открытием, честно говоря, мы думали, что в полиции пытают больше, оказывается, неуставные отношения в армии, это куда больше и бич оказывается, чем пытки в полиции. И так как этой статистики по сути нет, мы решили посчитать по собственной практике, которая у нас накопилась за большое количество лет и по опыту других правозащитных организаций, и мы взяли примерно 360 дел, связанных с пытками, и по ним решили отследить динамику, как менялась жестокость в полиции на этом протяжении времени, примерно за последние 20-25 лет, я немножко тут зачитаю даже, к примеру, число случаев констатации тяжкого вреда за последние 25 лет как неудивительно сократилось почти в 3 раза. Больше всего смертей правозащитники фиксировали в 2004-2008 годах, тогда примерно каждое шестое дело касалось летальных исходов, сейчас же их доля не превышает 4%. На четверть реже по сравнению с концом 90-х, но чаще чем 15 лет назад применяются предметы для избиения палки, биты и прочее. По-прежнему самым распространенным методом воздействия остается избиение руками, ногами, также применение боевых приемов, заламывание рук, сваливание с ног, ну и так далее. Но в последние годы и такие практики встречаются достаточно реже. Вот эти классические пытки, удушение противогазом, утопление, подвешивание, ласточка, телевизор, я их могу десятки перечислить, такое полицейское арго. Классические пытки стали встречаться достаточно реже, но при этом это не говорит о том, что у нас стали меньше пытать, или полицейские стали более добрыми. Типа, вот мы вас не придушим, мы вас легонько просто по почкам побьем. Нет, здесь, как я уже сказал, достаточно сложно показать реальную картину, потому что это суперлатентное преступление, и мы не знаем, насколько сильно изменилось отношение граждан к тому, как они готовы обращаться в правоохранительные органы или к правозащитникам. Это совершенно непонятно. Вот, в этом очень большая проблема и состоит, поэтому, к сожалению, я вынужден всех разочаровать. Подсчитать масштаб пыток, к сожалению, нельзя. Но, в заключение хочу сказать о современности. Еще минутка, и все, я закончу. Дорвался просто. Рассказать про любимую работу. Сейчас мы живем в очень тяжелое, страшное и абсолютно непредсказуемое время. Используя риторику, дозволенную мне государственными органами Российской Федерации, происходит сейчас специальная военная операция. Я это так вынужден называть. И, по примеру, в Чечне, когда после Чечни огромное количество военных и милиционеров вернулось в свои домашние регионы, мы видели, как у нас возросло кратно просто количество жалоб на пытки. милиционеры, которые вернулись с войны, они несли полученный опыт в свои домашние регионы и пыток становился больше. А так как специальная военная операция задействована намного больше правоохранителей и военных, чем чеченские воины, их пока не отпускают назад. СВО закончится рано или поздно. И эти люди вернутся. Им нужна будет работа. И пойдут они, скорее всего, в правоохранительные органы, в полицию, в исправительные колонии, да даже если просто в охранники, в какие-нибудь продуктовые магазины, эти люди принесут полученный опыт в обыденную простую жизнь. И мы получим гигантский всплеск насилия бытового, который мы уже видим, но и полицейского. И нам с этим придется жить. И придется это все расхлебывать. И государство, зная о существовании такой угрозы, ничего не делает для того, чтобы ее превентивно предотвратить. А правозащитников уже не будет, потому что нас всех признают агентами и разгонят, пересаживают, я не знаю, что с нами делают. Вот, поэтому в будущем будет жить достаточно сложно. Как бы это ни грустно звучало, но будет хуже. Спасибо. Спасибо. Просто продолжение маленькое. то, что здесь было заметно во Франции по сравнению с эволюцией даже пытки и видимость этих пыток, когда после Крокус Центра, после теракта появились картинки и видео и фотографии этих запытанных людей, здесь реакция была очень удивленная с какой-то стороны, потому что знают и люди, которые следят за повесткой в России, знают, что правоохранительные органы бесчинствуют, знают, что пытка существует во всех спецслужбах и не только в России, но то, что это было показано, то, что это было вот так вот развернуто на показ и что прямо в судебном боксе сидели люди, которых очевидно совершенно пытали даже террористы, не террористы, вопрос был не в этом, потому что покалеченные люди, которые еле дышали, сидели на показ всем, это здесь было воспринято как какой-то такой новый этап еще в использовании этого насилия, в месседжи, который посылает власти своему населению, но и внешнему миру как бы за пределами России тоже. И теперь я перейду на французский, потому что Жиль будет выступать по-французски. Я хочу передать вам слово для того, чтобы вы рассказали нам о более широкой теме. Жиль работает о том, как используется насилие в российском обществе и как режим Путина, который он уже долгие годы изучает, и как этот режим как раз таки опирается на насилие, который является таким цементом, который скрепляет элиты, который заставляет часть населения также подчиняться режиму и я думаю, что как раз пытки являются важной частью этого режима, этого насилия. Спасибо большое, Вероника. Спасибо предыдущим участникам за их выступление. Я хочу сказать несколько слов о репрессивном аппарате российском, каковы его лимиты, каковы его границы на сегодняшний день, и с исторической точки зрения задаться вопросом о связях между полицией и репрессиями, потому что действительно в данный момент мы видим, что этот режим возвращается к каким-то советским практикам, и вот мы должны рассматривать все это с исторической точки зрения, и мы видим, что репрессии совершаются далеко не только силовиками, это происходит и в университетах, это происходит в школах, в культурной сфере, то есть это как раз уже выплескивается на все общество, а не только внутри силовых структур, то есть на самом деле это такая уже экосистема, скажем так, в которой участвует большое количество акторов, не обязательно напрямую являющихся силовика. И вот мне хотелось бы здесь провести некоторые параллели с прошлым, три основных момента, скажем так, я хотел бы сегодня внести в эту дискуссию. Во-первых, тот факт, что сегодня нас поражает насколько происходит такой симбиоз между финансовыми частными акторами и полицией, то есть это что-то совершенно удивительное. Есть действительно спецслужбы, которые очень эффективно работают и которых приветствовали, скажем так, в свое время западные как раз страны, это Росфинмониторинг, это финансовый надзорный орган, который получает огромный бюджет и который является репрессивной машиной, которая контролирует всю экономическую финансовую деятельность оппозиционеров и в принципе любых людей, которые могут оказаться под жертвами репрессий. И это на самом деле напоминает нам о советском прошлом, потому что когда человек отправляют в тюрьму, он на самом деле приговаривается в том числе и к бедности, потому что он теряет доступ к рынку труда, к работе, к зарплате, то есть сегодня, когда в России кого-то приговаривают к тюремному заключению, это происходит то же самое, то есть замораживаются счета этого человека, он теряет доступ к своим деньгам, то есть на самом деле сегодня институции репрессивные, такие как полиция, как раз таки сотрудничают с теми институциями, которые раньше считались таким авангардом неолиберализма, банками, страховыми компаниями, агентствами недвижимости и так далее. И вот это меня поражает на самом деле, когда я изучаю сегодняшнюю российскую ситуацию, потому что в западных странах гораздо меньше такого сотрудничества между частным сектором и силовыми структурами, в России это происходит повсеместно. То есть есть действительно огромная история этого банковского сектора в России, которая на самом деле показывает нам вот этот симбиоз, такое постоянное сотрудничество с репрессивным аппаратом. То есть, конечно, это дает большую эффективность этому силовому аппарату, и сотрудники мемориала знают об этом, говорят об этом, потому что действительно накладываются огромные санкции. Росфинмониторинг вчера, например, объявил о том, что так называемое движение Ям и Фургал также запрещено и сейчас будет подвергаться различным репрессиям. Второй важный аспект, мне кажется, это активное участие самих граждан в репрессиях. Это очень сложная тема, потому что мы надеялись, что граждане будут скорее наоборот контролировать полицию, но на сегодняшний день мы видим, что некоторые граждане наоборот поддерживают этот репрессивный аппарат и активно участвуют в его работе. То есть это граждане такие политизированные, скажем так, которые по каким-то причинам участвуют в этих репрессиях, может быть, из идеологических соображений или из финансовых каких-то интересов, из корыстных целей, потому что им не нравятся соседи, или они хотят кому-то отомстить, или они просто хотят как-то выплеснуть свою негативную энергию, скажем так. То есть очень много причин, которые могут привести к тому, что люди активно участвуют в репрессиях. И когда эта дверь открывается, многие в нее заходят. И, например, мы видим доносы, мы видим, как граждане совместно участвуют в репрессиях, мемориал. собственно, и мемориал тоже оказался жертвой таких граждан. На мемориал писались доносы, группа НОД, национальное освободительное движение, также совершала нападение на мемориал, так называемую пятую колонну, они хотели выгнать из России, и, соответственно, напали на сотрудников мемориала. И, например, на стене офиса мемориала пишут, что это пятая колонна, это иностранные агенты, вот это как раз активные граждане, которые участвуют в репрессивном аппарате и его работе. То есть, мы видим, что эти группы существуют, на самом деле, уже долгое время, и государство опиралось и опирается сейчас на их работу. То есть, с одной стороны, эти группы являются автономными, но они как раз-таки делают грязную работу для государства. И, начиная с 2012 года, этих групп становятся, к сожалению, все больше и больше. Это показывает, что, на самом деле, репрессии в России это и возможности государства как такового и те возможности, которые государство дает другим людям, гражданам на совершение насилия. Например, были скинхеды в России, крайне правые, которые совершали насильственные преступления, но которые никак не преследовались государству. И сегодня мы тоже видим такие группы, как НОД. И, конечно же, это открытая дверь для любых форм насилия. Что нового мы видим по сравнению с советским прошлым? Это эти группы, которые прибегают к насилию внесудебному, и мне кажется, это очень страшно, они говорят о том, что они действуют от имени гражданского общества. То есть это полное вообще переворачивание понятий с ног на голову, то есть это понятия, которые на самом деле представляют конечно наши коллеги, наши друзья, мемориалы и другие. И вот этот же термин гражданское общество используется теми людьми, которые борются с мемориалом и которые нападают на него. То есть они заявляют о том, что они действуют от имени гражданского общества. То есть это само понятие, сам термин гражданское общество используется авторитарным режимом для того, чтобы эти группы могли действовать безнаказанно. И во-вторых, эти группы сегодня гораздо более связаны с религиозными и ультранационалистическими движениями. То есть такие группы, как Народный собор, например, которые напрямую связаны с РПЦ, начиная с 2012 года, когда этот нарратив о враждебном Западе, о пятой колонии начал насаждаться властями, вот как раз таки гораздо большая роль, гораздо большее место стали занимать эти группы. И очень важно, я думаю, еще поработать над такими темами, как доносы. Чем отличаются сегодняшние доносы от доносов советского времени? С одной стороны, это похожая ситуация. то есть, мы знаем, что в 30-е годы, например, писали такие доносы прямо в журналах или в газетах. А сегодня, когда мы видим, что кто-то отправляет имейл или какую-то информацию в какое-то приложение или на какую-то горячую линию, мы говорим, что это не донос, это просто сообщение о чем-то. То есть, мы используем такие эвфемизмы, которые позволяют нам говорить, что это не вполне донос. То есть, с другой стороны, в 30-й год происходило то же самое. Люди писали сообщения в газеты. А сегодня мы видим, что некоторые люди пишут одноразовые доносы, единоразовые, скажем. Есть люди, которые занимаются этим постоянно, каждый день. Но что меня поражает, в путинском режиме сегодня, это то, что появляются такие предприниматели, которые занимаются этими доносами уже как просто бизнесом. То есть, Виталий Бородин, например, пишет доносы постоянно на представителей искусства, на независимые СМИ, на представителей культуры. и для него это бизнес. То есть, он зарабатывает на этом сотрудничестве с режимом. И вот эти фигуры это нечто новое, это новое явление, потому что это открытые публичные фигуры, которые считают, что донос это гражданский долг, что это нечто, чем можно гордиться. И вот тот факт, что этим можно гордиться, это, мне кажется, нечто новое. И мне кажется, что это очень тревожившая тенденция. Большое спасибо. Итак, мы, конечно, превысили уже наш регламент, поэтому, наверное, мы можем два вопроса только заслушать. Вы все очень долго, очень интересно разговаривали, поэтому у нас осталось совсем чуть-чуть времени на два вопроса. Добрый вечер, меня зовут Алексей Пономарев, я редактор подкастов издания «Холод». Я хотел спросить такую штуку, мне кажется, важное слово, которое прозвучало сегодня даже не в одном докладе, а в нескольких, это слово «люстрация». И кажется, что нынешняя ситуация с войной, которую Россия ведет против Украины, если она в какой-то момент закончится, то мы будем строить какую-то условную прекрасную Россию будущего, то как бы нельзя обойтись без иллюстрации в этом случае. Как вам кажется, есть ли вообще шанс такую процедуру провести, как это будет выглядеть, с учетом того, что огромная часть российского общества так или иначе вовлечена сейчас в войну, и чем дольше эта война идет, тем больше она будет туда вовлекаться, начиная от самых обычных людей, продолжая силовиками и заканчивая действующими чиновниками, политиками и так далее. Я кратко только скажу, что иллюстрация как таковая, о которой я говорил, как о неудавшемся мероприятии 1991-1992 годов, она ведь вызовет в обществе, как всегда и как тогда, массу самых разных а. предложений, как это правильно сделать, б. возражений, как это вообще делать не надо или почему это надо делать осторожно, и поэтому сейчас сказать о том, при сломе общественной формации, как нужно поступить с теми, кто был то, что называется адептом прежнего режима, я, например, совершенно не рискну. Я прекрасно понимаю, что в обществе опять разгорится дискуссия, которая в конце концов утопит все к чертовой матери. То есть это понимаете какая вещь? Это как бы уже исторический пессимизм. Я понимаю, что правильно, я понимаю, как надо было бы сделать, но я прекрасно понимаю, что, к сожалению, только при каком-то, я бы сказал, общем порыве, когда люди поймут, что по-другому уже и никак нельзя, это возможно. Я забыл задать от волнения кусочек вопроса. А есть ли вообще успешные кейсы в истории иллюстрации, в истории каких-то государств, когда это происходило? Ну, если мы возьмем Прибалтику, где были обнародованы списки агентов и где коммунистические функционеры не только не получили права работать, но там тоже, конечно, с оговорками, вариации, но тем не менее вот в той же Латвии или в той же Литве и в Эстонии то, что было под рукой, не во всех картотеках сохранились агенты в КГБ, но в Латвии сохранились, и она была обнародована, эта картотека. Но заметьте, когда? А гораздо раньше коммунистические лидеры и функционеры не получили права работать в новых государственных органах стран Балтии и, более того, кое-кто даже сел в тюрьму, то есть те, кто когда-то боролся с народными фронтами, вот последние как раз преступники, более того, и в Латвии посадили в тюрьму бывшего наркома внутренних дел, а потом госбезопасности Новикса, хотя ему было уже чуть ли не под 90, ему предлагали уехать, но он не захотел, и сказали, мы не можем не посадить его в тюрьму, потому что этот человек ответственный за депортацию, за мучение целого народа, и в конце концов, вы же прекрасно понимаете, были успешные примеры, которые, собственно говоря, и были в основе новой государственности демократических стран. Спасибо вам огромное, merci beaucoup, этот разговор может продолжаться вечно, вот, давайте продолжим его потом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...